Всем привет! В этом видео мы с вами будем открывать вот такую вот огромную посылку. Тут новой куклы, конечно же. Я ее еще не открывала, она вся запечатана. Два дня у меня уже лежит. Руки чесались открыть, но хотела сделать это именно на видео. Я подготовила ножичек канцелярский и давайте скорее открывать. Маленький сверточек, думаю, откроем в самом конце и начнем мы с больших коробок. Я не вижу, что лежит в пленке, поэтому буду открывать в хаотичном порядке. Это у нас Джорджия Блум. Это Рэймбо Хай снова. Так, и это у нас третья серия. Вообще, я считаю, что третья серия у Рэймбо Хай получилась самая-самая удачная. Мне из третьей серии нравятся три куклы. В этой посылке их будет две. На третьей я еще думаю. Это вторая кукла, которая мне понравилась из этой серии. Первая будет дальше. В общем-то, прелестная персиковая девчушка загорелая. Мне нравится все в ней. Мне нравятся оба ее аутфита. Второй аутфит у нее выполнен как будто в стиле Кристиан Диор. Тоже похожий аббревиатуру по всему наряду. Очень клевая. У нее двое пакет в наборе. То есть никаких туфель на каблуках. Очень такая спортивная девчонка. Просто прелестнейший вязанный свитер у нее. И вся она такого нежного цвета. У нее волосы кудряшки. Куча заколочек на волосах. Я даже не замечала этого раньше. Очень длинные ресницы. По-моему, первой серии ресниц намного короче. В общем-то, вот такая вот девчушка. Открывать пока не буду. Кстати, вот на обороте вся серия. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут шесть персонажей. Все они новые, кстати. И три из них мне нравятся. Так, дальше. Тоже Рейбл Хай тут просвечивает. Как раз таки это, скорее всего, самая главная моя хотелка. Да. Конечно же, это прелестная желтая милашка, которую зовут Шерил. У нее прекрасный вот этот вот клейчатый наряд. Чулочки выше колена беленькие. Прелестные туфельки. Вся она такая нежная-нежная, девочковая. Она мне понравилась больше всего. Из этой серии я прям сразу в нее влюбилась. Хотя желтый цвет я не особо люблю, но у нее очень крутой вот этот вот именно первый образ. Я просто влюблена в него. У нее тоже кудряшки. Очень красивый макияж. Мне безумно повезло с губами, потому что есть три варианта губ у этой куклы. Есть совсем странный вариант, где у нее почти черный контур. Странно выглядит. Мне попался средний вариант. То есть бывают совсем светлые губы, бывают, как у меня, бывают с черной обводкой. Я очень довольна, что мне попалась именно такая рисовка губ. И третья девочка, которая мне нравится, это розовая Дарья. Я пока думаю над ее покупкой. Я жду скидок. Если скидки будут, я ее тоже обязательно закажу. Также в этой коллекции очень красивые девочки. Это бирюзовая, голубая льдинка и фиолетовая. Мне очень нравится на лицо фиолетовая, но мне совершенно не нравится ее одежда. Бирюзовая и голубая не на мой вкус. Они тоже очень красивые, но тоже одежда мне не нравится. Вот мне главное, чтобы был красивый аутфит, потому что я люблю хранить кукол в оригинальной одежде на полочке. Поэтому очень большое внимание на это обращаю. Еще я очень довольна, то что мне ни разу еще не попадалась Rainbow High какая-то бракованная. Все они отличные. Возможно, есть какие-то нюансы, но они совершенно незначительные. Например, Барби вообще безумно сложно выбрать нормальную. И заказывать вслепую Барби – это вообще себе дороже. У них постоянно какие-то кривые глаза, кривая печать съехавшая. Поэтому Барби я как-то не особо люблю покупать последние. Вот Rainbow High прекрасная. Так, следующая коробка. И она, кстати, последняя из коробок. Тут, кстати, мне Жанна подарила подарочек. Так. Вообще прикол – это кукольный бургер. Такой малипусечный. Очень прикольный. Обязательно его оставлю. Потому что сама обожаю фастфуд есть. И два прикольных стикера. Один с кошечкой, а другой с собачкой. Скорее всего, это Чихуахуа. Очень прикольные. Тоже куда-нибудь наклею. И я забыла сказать, что посылка мне пришла, как всегда, из моего любимого магазина ВКонтакте. Поночка Store. Это посредник из Америки. Там намного дешевле, чем покупать в России, конечно же. И постоянно у меня там есть заказы. Сейчас я тоже оттуда жду покупочки. Так. Дальше открываем. Это вообще супер-дупер просто покупка. Это не Rainbow High. Обалдеть! Обалдеть! Во-первых, я в шоке то, что очень хорошо сохранилась коробка. Эта кукла у нас... Сейчас скажу, какого года. Куча цифр, но именно то, что похоже на год, я не вижу. А! Нашла! 1999 год. Этой кукле у нас... 23 года. 23 года кукле! И коробка просто идеальная. Сейчас новые куклы не в таких хороших коробках продаются. Ой! Я сейчас в шоке. Вот эта часть верхняя. Это пластик. Понятно, что коробка не помялась. Это у нас Барби Харли Дэвидсон. У меня уже есть две Барби Харли Дэвидсон, но они бэушные в открытом виде. Кстати, вот они стоят. Я их показывала вам в прошлом видео про покупки кукольные. И тут я увидела лот, который делился с коробочными куклами из этой коллекции. Я ухватила блондинку. Скорее всего, это не Барби, потому что у нее есть родинка над губами. Открывать я ее не буду. Конечно же, она в коробке выглядит просто потрясно. У нее там шикарный фон, как будто она на каньоне где-то. У нее есть мотоцикл картонный. Просто шикарно. Такая огромная косуха байкерская. Шлем под рукой. Рюкзак. Охрененно приталенные штаны у нее. У нее там талия просто мизерная. Это просто шикарная Барби. Вообще. Я в восторге. Я не ожидала, что я буду в таком восторге от этой куклы. У нее также есть платочек на шее. Сережки. Что еще? Челка очень прикольная. Шикарная вообще. И она, как я понимаю, никогда не открывалась. Вот эта вот штука, она пластиковая. Тут выбита Барби. Обалдеть. Она стоила недорого. Вот реально, сколько она стоила? Она стоила точно меньше двух тысяч. Вообще копейки. За такую охрененную коллекционную Барби. Я в шоке. Очень, очень хорошо сохранилась. Я не ожидала. За такую цену. Такое прекрасное качество коробки. У нее даже потертости почти нет. Я в шоке. Красота. Просто красота. Хочу, чтобы она в кадре была теперь. Так, и последнее, то, что было в коробке. Так, ты-ты-ты-ты. Где мой ножик? И это у меня Братс. Конечно же, Братс. Что-то у нее сапог сваливается. Короче, сапог у нее не надевается. У нее, кстати, оба сапога не надеваются. Какие-то бракованные сапоги. Или ноги. В общем-то, это совершенно убитая Братс. Все, как я люблю. Я обожаю их восстанавливать. И это, если я не ошибаюсь, это Хлоя из самой первой коллекции 2001 года. У меня есть новая Хлоя 2021 года. Сейчас я ее достану, мы сравним их. По-моему, да, по-моему, это из первой коллекции. Если я ошибаюсь, напишите внизу. По-моему, это как раз-таки из первой коллекции. Из-за аутфита у нее только сапоги такие же сохранились. А юбка, кофта от других. Братс. Вот так вот они смотрятся. Ну, похоже, да? Похоже. Я в шоке то, что старая кукла, у нее намного ярче макияж, чем у новой куклы. Просто небо и земля. Как раньше качественно делали макияж куклам. Мне намного больше нравится макияж первой версии. Очень яркие губы, очень яркие глаза. Но новая версия вообще еле видно, они какие-то полупрозрачные. И мне очень нравится, что у первой версии брови коричневые, как и должно быть у блондинок. У новой версии какого-то фига брови черные. Ну да ладно. Я собираюсь распаковать одну Хлою новую. Кто смотрел мое видео, знает, что у меня их две. И как раз-таки второй аутфит надеть на старую версию. Поэтому, когда я увидела ее в лоте, сразу же взяла. Очень интересно будет примерить на нее оригинальный наряд, можно сказать. Конечно, она грязнющая-грязнющая. Тело в каких-то непонятных пятнах. Будем отмывать эту бомжиху. И чтобы видео было не таким коротким, я совсем забыла в прошлом видео вам показать вот такую вот штуку. Это карточки Братц коллекционные. Давно они мне уже пришли, но я их хотела открыть на видео. Вот, совершенно новенькие. Это у нас, знаете, какой год? 2003 год. Тут в наборе у нас идет, получается, сколько карточек-то? Четыре карточки. Вот так вот выглядит упаковка. Вот так вот выглядит сзади. Я обожаю просто вот эту вот рисовку Братц. Такая ностальгия. Сколько у меня было журналов, раскрасок, наклеек именно с вот этими вот артами. Я просто обожаю их. И я хочу очень-очень аккуратно вскрыть эту упаковку. Посмотреть, какие там карточки и все обратно заклеить. Я, кстати, видела, что есть возможность, что там попадется четыре карточки и все четыре разных персонажа могут быть. Очень надеюсь, что у меня будет так. Вот такой пакетик у нас в руках. Давайте по одной доставать. А, это какая-то инструкция. Ага, тут вся коллекция. Не буду смотреть. Достаем. Вот, все, я нащупала карточки. Первая у меня Джейд. Клографичная карточка. Так, интересно, на камере будет видно? Кстати, на камере не видно. Если крутить, она как будто бы танцует из стороны в сторону. На камере она вообще статичная какая-то. Круто, такая карточка. Очень клево, вообще ее мне нравится. То, что мне попалась Джейд, я очень рада, потому что Джейд мой любимый персонаж всегда был. Старая карточка. Так, уже какая-то. А, с хвоей. Обалдеть, обалдеть. Тут она как будто бы приближается и отдаляется. Обалденная. Так. Вот, да, передает камера. Просто залипательное зрелище. Так. Уже два разных персонажа. Может быть, не попадутся все четыре разных персонажа. Я надеюсь. Так, две карточки. Да, это Саша. Вау! Первая тут идет надпись. Hi, my name is Sasha. Потом отводим. И тут появляется сама Саша. Со своим значком в руках. Так, вот. Hi, my name is Sasha. И вот сама Саша. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Просто магия. Я обалдею. Очень клевая карточка. Так, и последнее, получается, у нас должна быть Ясмин. По логике. Кто там? Я не вижу. Я не вижу. Я не вижу. Да, это Ясмин. У меня четыре разных персонажа. Так, тут сначала идет значок. А потом сама Ясмин появляется. Очень круто. Очень круто. Вот значок. И вот сама Ясмин. Значок. Тоже увеличивается, уменьшается. И Ясмин. Кстати, многие называют Ясмин Жасмин. Мне больше нравится Ясмин ее называть. Кстати, вот эти карточки, они непрозрачные. То есть, сзади написаны номера коллекционные. А первая карточка с Джейд мне попалась прозрачная. Но, на самом деле, она хуже всех переливается. То есть, даже на камере плохо видно. Так, и посмотрим коллекционный буклетик. Тут у меня буклетик только одни Ясмин. Ну, что, тоже прикольно. Вот такие карточки с Ясмин есть. Теперь пару дней позалипаю на них. А потом все запечатаю и заклею. Как будто новенький наборчик у меня. Обалденно. Просто обалденно. Вот раньше делали такие прикольные вещи. Как мы это ценили в детстве. Все вот эти вот безделухи. Сейчас интернет. И нас уже ничем не удивить таким. Избалованы технологиями. На этом на сегодня все. Надеюсь, вам мое видео понравилось. Пишите комментарии. Ставьте пальчики вверх. Спасибо вам огромное за внимание. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok